Я сбросила 4 килограмма всего за неделю и нашла секретный способ похудения, о котором не говорит никто! В этом видео покажу, как я питалась и тренировалась, чтобы быстро прийти в форму и дам вам пару лайфхаков для быстрого похудения. Всем доброе утро! Время приблизительно плюс-минус, короче, 11 часов утра. Я только проснулась, позавтракала, я хотела снять, показать вам свой завтрак, но забыла. Поэтому сейчас расскажу. Вчера в 11 часов вечера я резко опомнилась, что с завтрашнего дня я начинаю худеть, поэтому заказала себе огромный сет-ролл, но в итоге я его не смогла съесть. Впервые в жизни я не смогла съесть сет-ролл, это ужасно. Короче, очень сильно наелась, поэтому часть ролл я оставила сегодня на утро. Вот, и сейчас я утром съела, и мне за это очень стыдно, потому что, оказывается, роллы очень калорийные, и у меня там вышло 800, что ли, калорий, и просто 4 ролла. Я не знаю, что у меня есть оставшиеся дети. Сейчас я буду тренироваться, растягиваться, тоже, наверное, покажу как-нибудь этот процесс, хотя у меня на камере памяти очень мало. Ну ладно, короче, что я передумал. На обед я не знаю, что буду есть, но я точно знаю, что сегодня 1 июня, соответственно, детям раздают бесплатно, почти бесплатно, всякие штучки, поэтому я хочу какую-нибудь вкусняшку пить по дешевке и слопать. Я уже переоделась в спортивную одежду, и я буду на этот раз заниматься по вот такой программе Хлой Тинк, потому что у меня с Хлой Тинком очень хороший опыт работы. Этот челлендж длится 25 дней, я это заметила только что, поэтому я думаю, я разделю этот ролик, наверное, на 3 части, то есть 1 неделя, 2 неделя, 3 неделя. Я замерила свои параметры, что у меня так как, каждый день я буду записывать, что у меня меняется, чтобы на видео выставлять вот этот прогресс свой. Забыла, что хотела сказать. А, я вот сейчас смотрю на мерки свои и просто плакать хочется, это пипец какой-то. У меня сейчас ноги, как раньше, талия. Тут должна была быть моя тренировка, которую я не записала. В общем, первая тренировка уже сделана, это еще и первое видео. Оно длилось 20 минут, и в принципе, несмотря на то, что я делала в очень быстром темпе, прям сильно так я не устала. Осталась еще одна тренировка, и потом я начну растягиваться и делать кардио уже конкретно то, что мне нужно на танцах. Вот мой обед, это гречка, тофу и овощи всякие. Тофу вообще, кстати, невкусный оказался, никому не советую. Я сейчас иду в магазин, потому что сегодня детям по дешевке продают разные шняги. Не факт, конечно, что мне что-то продадут, потому что, блин, вот знаете, раньше как будто, ну, дети сейчас в основном наряжаются, чтобы выглядеть как тети, чтобы им там пиво продали, и я пытаюсь нарядиться как ребенок, чтобы мне продали мороженое. Ну ладно, что я хотела сказать. Возможно, мне ничего не продадут, потому что я не ребенок, но по факту же, ну, в душе я ребенок. Я пришла в наш знаменитый торговый центр под названием «Светофор», и сейчас буду тут выпрашивать мороженое, убеждать, что у меня вообще свидетельство о рождении. Мне продали мороженое. Я сейчас буду качать ноги для прыжков, для танцев и так далее, и у меня сегодня очень большой перебор по калориям. Я прям очень много калорий сегодня съела, хотя ела я мало достаточно. И мама меня заставляет сейчас пить какао. Я не хочу. В общем, как и бывает после первого дня, у меня в талии минус 4 сантиметра, а в ногах минус 1 сантиметр. Все остальное неизменилось, но вроде нормально. Сейчас пойду завтракать. Вот мой завтрак, это овсяная каша. Яблока, яблока очень много, поэтому овсяная каша не видно, и будет еще кофе, но пока что его пьет Йоси. Я уже покачала пресс, сегодня у меня день пресса. Я сегодня еще иду на растяжку, мы сегодня будем спину растягивать, поэтому сейчас я растяну все, кроме спины. То есть наш богатых там, мы сижу и так далее. Вот такой у меня ужин, тут всего 200 калорий получается. Всем пока. Вот такой у меня завтрак, опять ясенка, на этот раз с бананом, шоколадка, как бы мне хотелось ее есть. Я сейчас пыталась от нее убежать, но она меня догнала и молоко, и Йоси. Доброе утро. Я сейчас вернулась с тренировки, сейчас буду делать тренировку от Хлой Тинк и тянуть. Сегодня на тренировке мы бегали, на скорость мы бегаем на каждой тренировке, в принципе. Поэтому так получается, что я сжигаю калорий больше, чем употребляю. Вот. Всем пока. У нас сегодня тренировка на все тело и на пресс. Это мы любим. На ужин у меня вот такая рисовая каша с клубничками, протеиновый йогурт и еще будет чай. Сегодня по пути в школу меня на протяжении всего пути преследовал запах арбуза. Мне теперь очень хочется арбуз. Поэтому я сейчас пойду в магазин за арбузом. Я, конечно, не знаю, насколько вам можно есть, когда это на диете. Ну, посмотрим. Вот такой у меня обед и сейчас еще будет арбузик. Вот обед. Практически все то же самое, что и вчера, свекольник, хлебушек черный и арбуз. Это что? Это кускус. Это кускус, это соевое мясо. Кускус, соевое мясо с Валбереса. И вот такой вот томатный сок. Иногда я забываю снимать, что я ем, поэтому просто ставлю вам скрины с калорийностью. Я сегодня бегала очень много туда-сюда в школу. Потом искала Ёси, бегала по этажам. Думала, она сбежала, поэтому я проголодалась и решила съесть второй завтрак. Вот у меня птички, яблочко и чай. Вот мой скромненький обед. Борщ и хлеб с огурцами. Раньше, когда у меня стоял вес на одном месте, я один день прям очень сильно наедалась. И на следующий день продолжала худеть, и вес продолжал спадать. Можно, в принципе, наесться, поэтому я заказала себе суши. Их, конечно, немного, но по калорийности, я думаю, будет нормально. Вот такая вот штучка. Мама сказала, что половину меня отберет, но я не знаю, можно ли было это говорить. Вот мой завтрак. Так, я сегодня записывала песню, поэтому у меня не было времени пообедать. Я вот только приехала, время там сколько? Четыре часа, и я только обедаю. Вот у меня такой вот свекольник. Опять хлеб адмиралтейский с огурчиками. И еще вот такой вот протеиновый йогурт. Я уже в сотый раз пытаюсь записать свои тренировки, но у меня сломался штатив. Вот такой у меня завтрак. Тут совсем немножко кашу получилось. Поэтому еще хлеб с рикоттой. Это мой обед. Это рассольник, он без мяса. Хлеб адмиралтейский с маслом. Вот такая вот фитнес-творожок с дыней. Тут 100 грамм всего, 99 калорий. И чай. Я себе немножко нагрузки дополнительные, поэтому я сегодня пойду в зал прямо сейчас. Потом сделаю тренировку, которая по программе Хлои Тинк. И потом еще буду растягиваться и тренировать ноги. И еще плюс у меня сегодня тренировка. Я не знаю, сколько она продлится, но тренировки у нас такие хорошие. Завтрак, как всегда, сянка с бананом. Вот еще немножечко орешков добавила, может, в чай не хватало жиров. И кофе. Это мой второй завтрак, так как я после лизала. Тяйца и одно яблоко. Вот такой ужин, это кукуруза, помидорки, толивки, куриная грудка, огурочки и, как называется, гречка. Так вот, завтрак на сегодняшний день уравнение. Гречневая каша с молоком. Сегодня 5 часов тренировалась, у меня все болит, поэтому я решила себя порадовать. Купила себе вот такое вот мороженое. Буду есть его с клубникой. И филе куриное, и смесь овощная. Всем доброе утро, это уже 12-й день. Я сейчас пойду в зал тренироваться и что-нибудь вам там поснимаю. Еще я там, скорее всего, порастягиваюсь. Вот мой ужин, у меня 9% белка, поэтому буду сегодня как можно больше белка есть. Прекрасный обед квадробера. Гречка, куриная грудка, помидорка. Еще да, огурец. И пудинг патейновый. Вот мой завтрак на 13-й день. Итак, сегодня... Сейчас скажу, какой день я потеряла. Сегодня 13 июня, то есть 13-й день. И сегодня выходной. И я вам хочу дать небольшой лайфхак, которым я пользуюсь уже... Которым я уже давно пользуюсь. Но, несмотря на то, что у меня выходной, я все еще продолжаю тренироваться немножко. Не так сильно, то есть не силовые, а растяжка. Я вчера ходила в зал, поэтому после зала у меня болят мышцы. И первым делом я хочу разогреться, чтобы у меня ноги не болели сильно. Смотрите-ка, у меня вкусняшка на ужин. Оно пахнет просто идеально. Вот мой завтрак на 14-й июля какой-то день. Вот мой обед. Вот мой ужин. Я как Сигма Пеппа, меня любят дети. Десятые куплеты, лайкают в соцсети. Но мои концерты, не достать билеты. А по всему городу скуплены букеты. Я как Сигма Пеппа, меня любят дети. Десятые куплеты, лайкают в соцсети.